Павел Кеулю разом с матью приехал на обследование в детскую больницу звездки Барсуки Кармянского района. У подлетка проблемы со остраунеком кишечным трактом. Мясовый педиатр накировал его у Гомель. Такие процедуры Паулу робит не в першиню, але на старым обсталяваниях это было болюче. А зараз же просто крыху неприемно. До того ж, дякуючу японскому эндоскопичному обсталяванию, обследование детей проходит больше информативно. При проведении гастроскопии на великим мониторе одразу бачны самые минимальные отхиления. И в выпадку наявности проблемы можно одразу принимать меры. По сравнению с тем оборудованием, которое у нас было, эта видеостойка имеет большие преимущества. Прежде всего в том, что система увеличения и режима НБА позволяет увидеть слизистую изнутри на уровне микроскопа. То есть мы видим клетки, ворсинки. Это зачастую нам позволяет принимать решение в случае необходимости удаления каких-то образований, непосредственно проводя исследования, не дожидаясь заключения морфолога. Подчас встречи с коллективом больниц, наместник старшине Абловы Конкаму Владимир Прывалов нагадывая, что медустанова на Жарковского – одна из лепших в Беларуси. А дякуючи у тем лику ураду Японии, який оказывает допомогу на быте обстреливания, дети Гомельской области отримливают высокоякостную допомогу и своечасово проходят необходимые обследования. С тем, что медустанова мает уровень, який на шмат перевышает региональный, згодны и японские гости. Посетил больницу первый раз и удивился смотреть, как оснащены современными оборудованиями. Даже я думаю, что уровень, как у нас в Японии. За 15 годов реализации программы «Карані травы» допомогу отримали медустановы Гомеля и 13 районов в области. Восьми районам, которые наибольши потерпели в вынику аварии на ЧАЭС, гранты выделяли двойче. И только детская больница на Жарковского отримала уже третий грант. За этот час в регионе было реализовано 30 проектов на сумму около 2,5 миллионов долларов.